Один из самых важных, один из самых красивых, наверное, части всего Священного Писания, где апостол Павел открывает, объясняет, что суть христианства и вообще сам по себе Бог, прежде всего, это любовь. То есть об этом уже сказал Господь Иисус Христос. Как раз здесь апостол Павел это объясняет и раскрывает. И Павел уже продолжает апостол Иоанн, который говорит уже в своем постраде, что наш Бог – это Бог, есть любовь. Которое уникальное явление вообще, если взять на уровне мировой религии, потому что Богу любовь – это говорит только христианство. Только в христианстве Бог, по сути, есть любовь, есть источник любви. В других религиях это мы не видим. И другие религии на это даже и не претендуют. То есть они могут максимум сказать, что если Бог – это даже и личность для них, да, если для добра мировой религии, то Он просто может быть всемогущ, или всеселенный. Ну, может сказать, что да, Бог может быть нас любит, но что Бог сам по себе, прежде всего, это любовь. И чтобы из любви Бога представить невозможно, вот это есть только в христианстве. Об этом как раз говорит апостол Павел, что если я все, что угодно буду делать, но любви не буду иметь, то я – ничто. То есть, значит, я не состоявшийся христианин. Понятно, да? И более того, сам по себе христианство доказывает эту любовь. То есть христианство как раз именно в живом примере показывает любовь к Господу, любовь к Богу, к человеку. В других религиях этих доказательств нет. Просто говорят, вы должны верить, что Бог вас любит. А вся жизнь показывает совсем обратное. Любой человек мирской может сказать, что я нигде любовь к Богу не видел, кроме христианства. То есть христианин этот Бог видел, чувствует, этот этот Бог видел, чувствует постоянно в своей жизни. И у него есть все доказательства этого. Итак, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медвенящий и кимвал звучащий. Если я имею дар хорочества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, как что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. То есть почему именно он вот эти качества приводит? Вспоминайте об этом говорит сам Господь Иисус Христос. Например, когда ему говорят, укрепляй нашу веру. Он что им говорит? Или когда апостолы получили дар пророчества, когда получили дар говорением языками и так далее, и так далее. Апостолы говорят, что все это ничто, если я любви не имею. Наоборот, даже это все может вредить моей душе. Может привести к щеславию, может привести к гордыни. Если я раздам все мое имущество и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. То есть даже если я отдам свое тело на сожжение, то есть если я, тут имеется ввиду, что если я за Бога отдам свою жизнь, но любви там не будет, значит я ничто, то есть ничего не достиг. То есть все осмысливается в христианской жизни только через любовь. Без любви все деяния человеческие, все способности, все дары, они уничтожаются. Они могут даже повредить человеку. Поэтому апостол Павел останавливается. Вроде вот об этом, о всех этих вещах, как бы говорил Иисус Христос. Он говорил и о вере, когда ученики просили, чтобы он укрепил им веру, да, и увеличили им веру. Он сказал, вот у вас вера, вот если вы будете иметь веру как зерно, и скажете дереву, пойти отсюда и в центре моря, например, да, растить, то это будет. Или будете горы там двигать с места. Апостол Павел тоже это самое приводит. То, что сказал он, говорит, вот даже если для Христа получите эти дары, но любви не будет, значит, вы ничего не достигли. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется. Не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится. То есть он продолжает показывать, что в любви нет никакого осуждения. То есть ты можешь осуждать все, что угодно. Любой дар, любой добродетель, любая благодать, которую человек получает, может иметь свои крайности, кроме любви. Вот в любви никаких крайностей нет. То есть чем больше любви, тем лучше. Невозможно сказать, что ты слишком любишь. Избыточное любви не бывает. А если безбыточное, то это не любовь. Ну я и говорил, ты можешь сказать, что ты слишком любишь Бога, или ты слишком любишь ближнего. Нет такого, нет на этом осуждения. Но ты можешь иметь дар пророчества или дар исцеления и пасчиславия, например, возголзиться. Ты можешь иметь дар говорить языками тоже. То есть все эти духовные особенно дары, они опасны тем, что сразу приводят к гордыне. В любви нету гордыни. Вот поэтому он говорит, что любовь никогда не гордится. Любовь не возносит вас, не может вас гордиться. Любовь никогда не радуется какому-то злому этому диамету, а наоборот, к истине. Любовь все терпит. Любовь приводит человека к смиренному мудрю. И лучшее доказательство как раз христианской жизни – это проявление любви. Поэтому Христос говорит, что если вы меня любите, то вы будете соблюдать мои заповеди. То есть первый признак как раз христианской жизни – это как раз именно любовь. Потому что действительно, если ты не любишь Бога, если ты не любишь Христа и своего ближнего исполнения или соблюдения заповедей христианских, они будут очень тяжелой души для тебя. Потому что нету пробуждения, нету изнутри. Ты это все делаешь не любовью. Ты это делаешь, но твое сердце в совсем другом месте. Понятно, да? Вот поэтому и Христос говорит, что если вы меня любите, значит будете заповеди держать. А если не любите, тогда эти заповеди будут для вас ненавистны. Хотя и ваш мозг, ваш разум будет осознать, что то, что вы хотите делать, то есть все свои греховные желания – это плохо. Но сердце будет больше перебида к этому. Потому что нету любви Божьей на вас. И говорит еще, что тем познается, что вы мои ученики, если любите любить друг друга. Это тоже очень важный момент. То есть прежде всего христиане должны познаться в любви друг к другу. Может быть очень там продвинутым христианином, знать наизусть Библию, читать ценный день молитвы, ходить каждую неделю на богослужение, да? Соблюдать все посты. Но если любви тебе нету, то это все ничто, о чем и говорит как разноглядно апостол Павел. То есть прежде всего проявляется любовь. Вот ходит, имеет прекрасное образование, очень хорошее знание. Ходит исправно на все метурги, все молитвы знает, вокруг всех учит, да? Но чуть-чуть что-то случается, все начинается сразу. Осуждение, нападки, доходит до злословия. И еще называются христианами. Ну, такое мы сейчас видим и очень часто, в принципе, в нашей жизни. Соответственно, со стороны не надо быть каким-то опытным христианином тот заметить. Любой человек со стороны увидит и говорят, и говорят такому, что твое христианство, не твоя вера приносит больше вреда, чем польза. Прежде всего себе, а потом еще и окружающим. Потому что такой верой ты соблажняешь людей, и люди никогда не станут христианами. За тобой не пойдут. Наоборот, ты отталкиваешь их. Но прояви просто человеческую любовь, заботу, смирение, и люди будут тебя слушать. Люди поймут, что то, что ты исповедуешь, не может быть плохим. Потому что ничего плохого нету, не проявляется в жизни. Прежде всего, это в жизни должно проявляться. Если в жизни этого нету, тогда это чисто теоретик. Знаешь, но не делаешь. А ты этого еще больше будешь. Спасибо.